привет сегодня в этом ролике вы увидите создание железа на булочку так скажем и так из вводных по заказу приехал стволик приехал барабанчик и дальше пожелание заказчика передний взвод слева до спускового крючка 350 миллиметров общая длина железа в идеале 650 миллиметров резервуар диаметр 38 миллиметров дальше на вольную тему начинаем проектировать делаем чертежи если кому надо и пытаемся сделать данное железо из готовых доноров у нас есть стволик и барабанчик поехали и так железо было изготовлено отправлено на анод процесс изготовления где-то я провтыкал все видеоматериалы поэтому попытаемся уже по финалу отснять что где к чему и как она собирается предварительно я уже собирал ее проверил работает все хорошо но для видеоматериала пришлось еще раз раскидать ее спустить воздух раскидать и чтоб наглядно было видно что и как работает и так поехали по порядку передняя пробочка резервуара подсветочку включим вот так она у нас выглядит внутри винтик резиновое колечко классика жанра манометр резиновое уплотнение с внутренней стороны резервуара так же сама выглядит и задняя пробочка у нас есть поджим самого клапана пружины пробочка двухсоставная клапанная часть и сама пробочка для резервуара вот так вот примерно выглядит все уже пересмазано поэтому достаточно просто собирать в крупную узловую сборку и потом до кучи затягивать ничего не нужно все собирается от руки не надо никаких усилий прилагать закрутили от руки поджали даже можно сильно не затягивать так до упорчика и готово так резервуар саунд модератор передняя часть и задняя часть то что одевается на стволик по двум точкам она центрует трубу и немножко выбрана для обратной камеры он такой недоинтеграшка великоватая посадка вот так идет цельно фрезерованная кассета перегородок вот так вот выглядит передняя часть так же само просто собрать фиксируется одевается на стволик и гужончиком подтягивается стволик у нас идет со съемной казной казенная часть у нас идет латунная стволик идет по ходу лотровский крайне мере похож по нарезам так давайте собирать со ствольной коробочки взводной механизм у нас ручка взвода пластиковые вставочки как втулочка идет она разрезная чтобы можно было из двух половинок ее туда и монтировать и демонтировать в случае чего гораздо легче сама вставочка точилась в диаметр стволика внутри потом диаметр посадки внутри и потом серединку чуть-чуть выбиралась изнутри чтоб получились как два пояска пластиковых само самые отверстия в металле идут большего диаметра поэтому стволик металл по металлу не касается он работает на двух поясочках пластиковых так и трение меньше и взвод легче и металл не царапается не стволик и если его заоксидировать воронения стираться не будет будет по нему пластик гулять эти части так как тут крайне мало места просто вставленные штоки и подкерненные чуть-чуть чтоб они не выпрыгнули никакие гужоны вот в этих участках я не приемлю того что резьбы разбивают вот эти люфты а так изделие будет работать очень долго и не будет здесь никаких выработок поехали крупноузловая сборка начнем со ствольной коробочки верхняя часть ствольной коробочки кидывается досылатель он тоже уже смазанный у него есть здесь гужончик для поджима взводного штока для фиксации кидываем досылатель стараемся чтоб у нас отверстие совпадало более-менее взводной шток он имеет не немножко разные диаметры там у нас посадка четверка взводная часть к ударнику у нас имеет немножко залужения поэтому широкой частью кидываем до упора удосылатель фиксируется у нас это все дело гужончиком задней части ствольной коробочки есть отверстие и через него мы поджимаем гужончик который фиксирует взводной шток подтянем теперь нам это отверстие не надо чтоб у нас туда меньше мусора было у нас есть еще один гужончик до упора просто его сюда закручиваем закрываем отверстие все пыль и грязь у нас туда попадать не будет теперь у нас есть взводная тяга есть крепежные отверстия впереди и они идут с одной стороны в подтай подтаем вниз если у нас ствольная коробочка подтай вниз на отверстие надеваем вот мы работаем давайте наверно сразу вкинем стволик убираем стволик у нас просто вставляется следим чтобы у нас не обрезались резиновые колечки стволик до упора так как у нас вот втулка немножко поменьше диаметром стволик побольше до упора и совмещаем перепускной отверстие когда совместили подтягиваем изнутри гужончик стволик зафиксировали можно одеть тягу взвода одевается тяга пока это дело отложим нижняя часть ствольной коробочки я не вынимал ударничек туда уже поставил закрутил ручку тут в принципе ничего такого вроде показывать нечего поэтому просто вставляется ударник закрутилась ручка все готово шахту взвода просто вставляем сюда работает для монтажа их между собой нам надо взвести чтоб ушел досылатель совместить ствольной коробочки чтобы они при верхней нижней части совпадали сверху у нас ставится один винтик подтай прячется а с нижней стороны немножко конечно извернувшись другой винтик у нас ставится сюда он выровнялся может не с первого раза это получится вставляем винтик есть отверстие через него этот винтик можно закрутить и все это дело затягиваем оба эти винтика только предварительно надо не забыть все же поставить перепускную втулку поэтому придется это все дело опять раскидать ничего страшного перепускная втулочка ее не забываем ставить отправляем тягу она ставится в одну часть и так же само ставится с другой стороны все запрыгнуло теперь точно можно собирать это одна часть и вторая можно перед тем как подтягивать проверить чтобы у нас все было без выступов подтянуть и раночки конечно не особо удобные для подтягивания издалека какие есть все поехали давайте наверно поедем вперед значит у нас есть восьмерочки они немного отличаются если с одной стороны они одинаковые то другая сторона у них немножко разная взводом где есть посадка для ручки взвода вот эта часть хотя можно ее в принципе уже и собрать есть шток или точнее штифт вставляем его там смазано уже и есть третий гужончик благополучно этот штифт поджимаем чтобы он у нас никуда не выпрыгнул не выскочил не потерялся вот у нас система практически собрана теперь мы это дело надеваем на стволик так вот и благополучно и теперь нам надо совместить вот эти отверстия и их зафиксировать тоже есть винтики в подтай их закручиваем теперь можно кинуть переднюю восьмерочку ее давайте дособираем у нее с одной стороны есть отверстие меньше с другой стороны отверстие больше и с резьбой вот там где с резьбой вкидывается толкатель и ставится гужончик вот так все мы толкателем сторону втулки ставим у нас подтягивающие винтики с одной стороны находятся собираем это дело предварительно накинув прицельную планку сильно не затягивать пока чтобы оно было более-менее собрано это дело у нас есть теперь по регулировке мы взводим вот сейчас закрываем ручку вводим вперед до упора нас досылатель уходит вперед но есть один еще нюанс по настройке берем слегонца поджимаем заднюю восьмерку буквально чуть-чуть чтоб она туго работала и взводим у нас восьмерочки чуть-чуть поползли назад вот вот этой точке когда вот эта тяга у нас выравнивается вот у нас не должно быть большого усилия я бы еще еще чуть-чуть ее назад подал буквально буквально еще с треть миллиметриком так сказать там на пару десяточек сунули и зафиксировали вот это у нас положение но это может быть кстати зря процедура того что подтянутая восьмерочка у нас же не стал еще резервуар сам недодетально изучил всю процедуру этой сборки есть нюансы так скажем резервуар перепускным отверстием строго вверх ставим восьмерочки контролируем чтоб у нас перепуск был вверх и подаем до упора назад поставили и зафиксировали снизу гужончиком и благополучно его подтягиваем все резервуар у нас стоит никуда уже не выпрыгнет ну теперь повторяем наверно эту же процедуру засылатель вперед подтягиваем восьмерочки она слегонца ее она могла посунуться чуть-чуть вот у нас грузчика проходит без усилий когда она прошла без усилий мы обжимаем восьмерочки обжимаем восьмерочки могу конечно забывать показывать это на камеру периодически но я думаю по комментарию будет понятно поджали восьмерочки можно уже и подтянуть планку и все у нас благополучно отрабатывает так ну давайте поставим раз собранный саунд-модератор я его ставлю гужончиком чуть-чуть вниз так меньше видно гужончик да ладно чтобы был доступ до ключа оттянули все никуда он не денется основная масса винтовки у нас собрана вкладываем в ударник в пружину и закручиваем пробочку я это делаю двумя шестигранниками в отверстие один во второе отверстие другой и так двумя шестигранниками можно и слегка подтянуть все линтовочка практически собрана остался спусковой механизм так сейчас поменяю ракурс чтобы было более виднее как это делается вот так я надеюсь будет более виднее значит поехали у нас первое можно вкинуть сам спуст найти запчасти от него как бы это удобнее сделать конечно над камерой не сильно удобнее как есть тут у нас они идут через шайбочки с одной стороны шайбочку вставляем и вставляем с другой стороны если присмотреться шайбочки с одной стороны немножко конусные поэтому их лучше вот этим конусом меньшей поверхностью в сторону детали это дело поджимает фиксирует никуда у нас она уже не убежит вторая деталь у нас на самая сложная установки это вот сама шептала имеет две пружинки ее надо поставить туда она у нас идет без шайбочек она широкая и благополучно ее туда устанавливаем лужончик отжимаем теперь надо на вот эту пружинку надеть следующую деталь тоже стоит на двух через две шайбочки давайте наверное поставим шток и одну шайбочку и одну шайбочку таки удобнее пинцетом работать пружинку на место так куда что текаешь теперь вот эту деталь у нас есть отверстие в это отверстие у нас центруется вот эта пружинка и ее благополучно устанавливаем поправляем с другой стороны у нас шток полотверстия вот так вот прошел отставляем шайбочку вторую и так же самое мы это дело все фиксируем лужончиком все спусковой механизм у нас собран теперь немножко по самому спусковому крючку и тяге это дело у нас собирается тоже конечно немножко специфически у нас одна сторона идет так скажем без резьбы одна сторона тяга у нас с резьбой М2 вот мы прикручиваем вот эту тягу можно ее в принципе не выкручивать просто открутить эту часть и снять как-то так разбирал более быстро теперь так узончик у нас открутить узончик откручиваем вот это вот так пружинка спрыгнула все у нас тяга прикрученная теперь фиксируем планку закрутили вот эти винтики как снимается спусковой крючок я думаю объяснять не стоит по тому же принципу узончик отпустить тягу вытолкнуть через отверстие и спусковой крючок вылетает так же самое его в обратном порядке и поставить в планку вкинули подтянули теперь процесс регулировки регулировка у нас достаточно простая относительно до упора назад двигаем вот эту деталь придерживаем ее в заднем положении и выставляем спусковой крючок под нужным углом выставили и зафиксировали теперь возвратную пружину придерживаем в переднем положении либо здесь в заднем положении фиксируем слегка поджав вот эту возвратную пружину одной стороной упирается восьмерочку и другой стороной цепляется затягу поджимая гужончик все можно проверять первая степень выжима получается есть ступенька упор и дальше у нас идет выстрел плавный ход и дальше выстрел в общем все собрано и так подводим итоги по самоделочке вот она в собранном состоянии вот так вот она выглядит вот такая винтовочка качнул в нее чуть-чуть где-то пейсасбар чтобы можно было посмотреть хотя бы саму работу ее боеприпаса нет поэтому смысла больше качать я не вижу утечек нету вот анод красивый так наведемся регулировка поджима идет с шестигранником вот такая вот такая получилась игрушка работает она у нас сфокусируемся ручка ручка взвода подпружиненная подпружиненная есть на ударнике ручка взвода хотя это не особо приветствую но есть ручка взвода для отложенного выстрела спуск у нас получился с регулировкой у нас общий ход и второй гужончик вот этот поближе вторая ступень выжима спусковой крючок у нас вот это первый ход первая ступень и дальше выстрел брыкается она очень даже прилично подпоток воздуха тут конечно достаточно неплохой я бы в нее еще вкинул все-таки редуктор чтобы долго не искать не ровнять плато клапан еще немножко подожму конечно но стреляет она вполне даже интересно вот просто положил на ладонь сейчас наведемся нажимаю нажимаю и вот этот рывок это поток воздуха который с нее выходит это на 50 барах порядка 40 бар где-то 40-35 где-то так можно возвести придерживая ударник его благополучно спустить пуля у нас досланная ударник спущенный когда надо мы сводим и производим выстрел ну в общем вот такая вот игрушка получилась я надеюсь она будет радовать хозяина спасибо всем кто смотрел не забываем подписываться на канал кто не подписался ставим лайки ну и комментарии задаем вопросы буду по возможности отвечать